Здравствуйте! В эфире программа «События недели» с самыми важными и интересными новостями города. Вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите Планерное совещание при главе города. Возложение венков. Сессия Городского совета депутатов. Выпускной 2023. Молодежь севера. Комментарии по мусору. Совещание по выпасу скота. День Бамовца. Планерное совещание при главе города Олеге Алексеевиче Котове состоялось 27 июня. Наиболее важные темы в нашем сюжете. О статистике по укусам клещей рассказал Сергей Алексеевич Алексеев. По укусам клещами за неделю зарегистрировано 8 укусов. В том числе детей 1. Вместо встречи 100. Байкал 2 случая. Река Кичера 1 случай. Холодная. На рыбалке 1 случай. Фролиха 2. Сот ЖД. Железнодорожник 1. Городской зоне 1 случай. Из 8, получается, привиты было 2. Отказ от иммуноглобулина 6. Медисследование провели в 2 случаях. Результат по клещу отрицательный. На предыдущей неделе было 25. В целом, по нарастающей 82 случая. В том числе 13 детей. Также у нас зарегистрировано, как я говорил, условие 1. Случай клещевого вирусного муниципалита. Взрослый летальный исход. Вопрос. Я вам написала, что парк обрабатывается. Обрабатывается ли улица города? Более вчера клещ был во дворе какого-то города. Парк и улица. Нет, на данном интере у нас производится обработка территории лесных массивов возле детских образовательных учреждений. То есть детские сады, школы. Потом территория городского парка. И парк на северное сияние получается. Ну и плюс у нас есть кладбище, стеллы, обо, прилегающие территории места массоводных. Улица у нас обработка не производится. Светлана Дмитриевна Авздевич зачитала открытое обращение Общественной палаты Республики Бурятия о необходимости внесения поправок в федеральный закон об охране озера Байкал. Общественная палата Республики Бурятия поддержала всецело мнение главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова о необходимости принятия поправок, вносимых в федеральный закон от 1 мая 1999 года номер 94 об охране озера Байкал. Депутаты межфракционной группы Байкал, Государственной думы РФ, имеющие актуальное значение прежде всего для жизнедеятельности местного населения. Невероятно, но целый ряд требований правоохранительных органов, в том числе судебных и органов природоохранной прокуратуры, выполнить нельзя именно потому, что для их выполнения придется нарушить законодательство об охране озера Байкал. Действующая редакция закона не позволяет сделать сейчас то, что обязаны делать органы власти, субъектов и местного самоуправления в рамках прямых предписаний федерального законодательства на территории всей остальной страны. Мы также считаем и согласны с мнением жителей о том, что предлагаемые изменения направлены прежде всего на защиту прав и интересов граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Признание, соблюдение защиты прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Статья 2 Конститута Российской Федерации. Практически уже четверть века жители Иркутской области и Республики Бурятия, проживающих на территории центральной экологической зоны Байкальской природной территории, лишены конституционных прав. В бесконечных спорах между экологами, экономистами и юристами не нашлось места для жителей. И, похоже, истина вновь не будет найдена для жителей Иркутской области и Бурятии, если не будут приняты новые поправки. Сколько же еще могут находиться наши жители в зоне правовой аномалии? Испокон веков наши жители относились к озеру Байкал как к священному озеру. Они радеют и будут бороться за его сохранение. Однако в настоящее время стоит острый вопрос о выживании людей на берегу озера, так как действующий закон, который стоит на страже Байкала, ухудшает значительно качество жизни людей, проживающих на его берегах. Предлагаемые поправки законопроекта в номер 16.11.19.8 о внесении изменений в статью 11 и 251 Федерального закона об охране озера Байкал значительно улучшат условия проживания, позволят ликвидировать последствия, вызванные лесными пожарами, помогут в недопущении распространения чугубактериальной водянки, позволят строить и ремонтировать дороги, добыча общедоступных полезных ископаемых, предназначенных для строительства, в том числе социальных объектов, формировать земельные участки под размещением мест захоронений, производить противопожарную защиту поселений, урегулирование равноправия граждан на землю. Ограничение введения в оборот земельных участков не влияет на степень антропогенного воздействия на экосистему озера. Граждане, пользующиеся земельными участками на праве собственности или ином виде права, идентично должны соблюдать природоохранное законодательство, руководство из перечня видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Текущий законодательный подход. Действующее законодательство ставит неравное положение жителей одних и тех же населенных пунктов. Невозможно реализация отдельных социальных программ для льготных категорий граждан. Невозможно улучшить жилищные условия, построить школу или открыть новый детский сад. Принять туристов в местах для размещения. Местные власти в соответствии с принятым законом не имеют прав для выполнения своих обязанностей в повышение качества жизни граждан. Ситуация ведет к миграционному оттоку граждан и снижению уровней социальной безопасности. Наши жители хотят жить и развиваться на земле своих предков, имея нормальные условия для жизнедеятельности. Мы обращаемся к вам, уважаемые депутаты, от имени граждан срочно внести изменения в закон номер 94 об охране озера Байкал, в редакции депутатов от межфракционной рабочей группы Байкал. Верните им их права, создайте условия жизнедеятельности в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Второй жизни у них не будет, если еще ждать 25 лет. Вот это обращение необходимо как можно больше собрать подписей, потому что правительство не может в одном лице бороться за наши же собственные права. Поэтому вот это обращение и приложение к обращению будет передано на предприятие, размещено. Постараемся разместить библиотеки в местах, где бывают наши горожане, граждане, и как можно больше собрать подписей. Чем быстрее, тем лучше. 8 июля в нашем городе состоится масштабное празднование Дня Обамовца. В 10 часов состоится открытие мемориальной доски Ходоковскому Феликсу Викентьевичу. В 11 часов стартует праздничный митинг и возложение цветов. Концерт на площади имени Бодрова начнется в 17.00. Здесь состоится награждение семей, отмечающих юбилейные даты совместной жизни, концерт Сергея Трофимова и кавер-группы ВИА «The Champions». Комментарии администрации об обстановке по мусору в нашем городе смотрите прямо сейчас. Уважаемые жители города Севербайкальска! В настоящее время сложилась тяжелая ситуация со складированием мусора жителями около контейнерных площадок и баков. Сообщаем вам, что вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ООО «Эко-Альянс». Осуществляется он только из баков. Около баков разрешается складирование крупногабаритного мусора. К нему относятся мебель, бытовая техника. Этот мусор должен размещаться гражданами за контейнерной площадкой, не перегораживая подъезд для мусоровоза. Размещение ТКО или иных отходов около контейнеров не допускается. Это ведет к закламлению контейнерной площадки и прилегающей территории. Баки предназначены для мусорных пакетов с бытовым мусором, так как очистка баков осуществляется мусоровозами с прессованием мусора, приспособленными только для приемки бытового пакетного мусора. При попадании иного мусора установка выходит из строя, что приводит к недосбору мусора по другим точкам. Кроме этого, сообщаем, что мусор, не относящийся к ТКО, отходы строительного мусора после ремонта, такие как оконные блоки, доски, двери, а также сухая трава, отходы с огородов, шлак и так далее, жители должны вывозить на полигон самостоятельно или нанимать технику. В связи с захламлением контейнерных площадок остатками мусора около баков администрации города в 2023 году были затрачены средства в размере более 500 тысяч рублей. Бюджетные средства тратятся на уборку за мусор, оставленный нерадивыми жителями. Предупреждаем, что в настоящее время планируется установка фотоловушек для фиксации складирования мусора, не относящегося к ТКО, около контейнерных площадок, около баков, с дальнейшим применением мер административной ответственности, штрафов за размещение мусора в неустановленных местах. Немногим более месяца прошло с тех пор, как для учеников школ прозвучали последние звонки. За это время ребята прошли сложный период сдачи экзаменов, от результатов которых во многом зависит их дальнейшая жизнь. И вот наступил долгожданный день выпускного бала, самого красивого праздника вчерашних школьников. Мы рады, что закончили школу, что больше не придется просыпаться рано утром. И, к сожалению, мы больше не сможем списывать на уроках, не сможем покушать вкусную еду у нас в столовой, не сможем посмеяться на переменах. И, в принципе, все. Все самое интересное закончилось, к сожалению. А мне, наоборот, очень грустно, что я закончила школу. Я считаю, что это было мое лучшее время. А сейчас будет череда сложных испытаний, которых нам предстоит пройти. Но я уверена, что в будущем мы достигнем больших высот и будем счастливы. Церемония вручения аттестатов в этом году проходила во Дворце культуры «Железнодорожник». И по отзывам и детей, и родителей, это было правильным решением администрации. Можно было не опасаться непредсказуемой байкальской погоды, которая могла испортить прически и наряды, сидеть в удобных креслах. И это особенно оценили обладательницы изящных шпилек. Тепло приветствовал вчерашних школьников глава города Олег Алексеевич Котов. Вы нам очень нужны. Получайте специальности, получайте образование и скорее возвращайтесь в наш любимый город. У нас сегодня в центре занятий стоит всего 60 человек, при том, что у нас 250 вакансий. То есть выбирайте профессию, специальность на любой вкус, и мы будем рады вас видеть. Экзамены закончились, все, что смогли, вы все показали. Предлагаю вам сегодня забыть все проблемы, выкинуть из головы все трудности, просто расслабиться и отдохнуть, потому что уже завтра у вас наступает интересная взрослая жизнь. Не бойтесь ее. С вами всегда ваши родители, ваши наставники. Желаю вам здоровья. Без здоровья ничего не добьетесь. Занимайтесь спортом. Занимайтесь с собой ежедневно. Удачи. И на всех курсах идите к своей мечте. Вперед! За одним из главных документов поднимались на сцену юноши и девушки. Среди них те, кто был особенно успешен в учебе. Золотые медалисты. Каждого из выпускников отметили в различных номинациях. Звезда сцены, надежда спорта, покоритель вершин и других. Праздничную атмосферу поддерживали приглашенные артисты. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Впереди у ребят новый жизненный этап, в котором многие из них покидают родной дом, поступают в учебные заведения, уезжая в другие города. В этот праздник наряду с радостью за своих повзрослевших детей неминуемое чувство грусти испытывают родители. Конечно, года пролетели очень быстро, на самом деле. Еще 25 лет назад я сам был с такой же лентой. Я выпускался в 1998 году с 11 класса. Вот уже и своего ребенка старшего, свою любимую дочку, выпускаю в эту жизнь. Спасибо вам большое, педагоги, за то, что вы вложили в нее любовь, чистоту, красоту, за то, что вы дали ей хорошие знания. Спасибо маме нашей, которая воспитала такую дочь. Ну и надеемся, что в будущем все цели и задачи, которые будут поставлены, будут достигнуты. Это прекрасный день. Наш сын закончил школу. Ровно через 10 лет у нас как раз закончена наша дочь школа. Мы желаем всем здоровья, благополучия, всем поступить, хорошей жизни. В этот день у выпускников тоже смешанные чувства. И грусть, и радость. На самом деле в сердце счастье и радость. Это закончилось, но мы идем вперед. Грузно, что с друзьями в школьный мир. Прощаемся. Мы очень любим вас, Оксана Юрьевна. Все по разным городам разъезжаются. Какие планы дальше? Какие города? Новосибирск. Все города. Все города России. Будем покорять Россию. Куда заеделись, на камеру поступать? Конечно. Программист. Ну, нефтегаз. Клинический психолог. Особые слова благодарности звучат для учителей. Сегодня очень трогательный день в нашей жизни. Сегодня наш выпускной. Сегодня будет очень много слез, очень много смеха. Будем вспоминать очень долго этот день. Вот, Наталья Алексеевна, все очень любим этого учения. Самый прекрасный человек на свете. Так что, я буду помнить и всегда желать самого лучшего в своей школе. Спасибо. Раз, два, три. Мы вас любим! Да. Оксана Юрьевна Ткаченко. Мы вас очень сильно любим. С любовью. 11-й Б. Мы надеемся, что мы с вами встретимся еще не раз в этой жизни. Вы замечательный учитель. И самый лучший пример для нас. Да. Ну и Юлии Владимировне Устиновой тоже хотела передать большой привет, потому что она приняла меня в свою школу просто... Со всей любовью и заботой. Со всей любовью и заботой. Спасибо ей большое. Праздник юности и легкой грусти, праздник прощания с детством. Выпускной вечер – всегда красивое и яркое событие июня. Завершается оно на рассвете, когда ребята встречают алые паруса. Символ надежды и исполнения заветных желаний. Они будут снимать наличные, расплачиваться по карте и получать кэшбэк за покупки. А где будем мы? Может, в другом банке? Здесь 180 дней без процентов. Оформи карту Азиатско-Тихоокеанского банка до 23 июня и забудь про проценты. Компания «Эроне» требуется инженер службы технической поддержки, монтажник сети. Телефон для связи 8-929-474-0043. 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, на памятнике воинам-севербайкальцам состоялось возложение венков. 22 июня – одна из самых печальных дат в истории России. День начала Великой Отечественной войны, в которой погибли миллионы советских граждан. В памяти народной до сих пор жилы безмерные страдания тех страшных военных лет и безмерное мужество солдат, офицеров и всего нашего народа. День памяти и скорби помянуть. Тех, кто погиб от зла нас защищая, их, к сожалению, больше не вернуть, но можно помнить. Хоть ужасы того мы не застали, дай Бог их в будущем не знать, сегодня с грустью и печалью пришли мы павших поминать. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы нашу страну. В знак признательности воинам, отдавшим жизни на полях сражений Великой Отечественной войны, собравшиеся возложили к монументу венки и цветы. На очередной сессии городского совета, которая проходила 25 мая, депутаты обсудили горячее питание в школах. Лариса Зеленовская подробнее. В декабре прошлого года было получено заключение по итогам экспертно-аналитического мероприятия анализ осуществления закупок продуктов питания для общеобразовательных и дошкольных учреждений города. Данное мероприятие проводила контрольно-счетная комиссия. Были отмечены вопросы, требующие особого внимания. Согласно заключению, была проведена большая работа. Первое, это, конечно, под руководством Алексея Михайловича у нас несколько раз мы собирали руководителей образовательных организаций, это руководители детских садов и школ, где рассматривали разные позиции, разные видения данного заключения и дальнейшего проектирования нашей совместной работы между управлением образованием отделом закупок и нашими образовательными учреждениями. Какой результат у нас на сегодняшний день? Мне хотелось бы озвучить. 31 января 2023 года постановлением номер 82 Управлению образования, в том числе отделу культуры, были переданы ряд полномочий, то есть либо передача отдельных функций по организации и осуществлению закупок, значит, определить управление образованием как организаторами закупок. Дальше у нас работа шла приведение положения о закупках товаров, работы, услуг в соответствии с типовым положением о закупке и размещение его в выезд, где появились термины «новый организатор закупок» и «централизованная объединенная закупка». В том числе продолжилась следующая работа, а самое главное – это разработка положения отдела закупок управления образованием, где были определены основные цели нашего отдела. Это своевременное удовлетворение потребностей заказчика в товарах, это привлечение квалифицированных специалистов, это организация закупочных процедур в соответствии с положением о закупке товаров и работы услуг, организация централизованной объединенной закупки, обеспечение равноправных справедливых условий участия в закупках проводимых заказчиков. Для того, чтобы реализовать все данные цели, нами было разработано и подписано соглашение о проведении централизованной объединенной закупки с заказчиками, то есть это с нашими учреждениями, детскими садами и школами, а также разработка и подписание соглашения о передаче полномочий по организации проведения закупок работы услуг в соответствии с 223 ФЗ заказчиками. То есть согласно типовому положению, которое сейчас есть, и положении образовательных организаций, были определены и разделены полномочия между управлением образованием и образовательными организациями, для того чтобы были определены те полномочия и функции, которые делает образовательная организация и управление образованием. Одним из пунктов заключения это было, конечно, огромный объем работы, который проводится отделом закупки, Поэтому с 1 января 2023 года у нас была дополнительно введена ставка отдела по закупкам, то есть контрактного управляющего. То есть сейчас в штате управления образования 4 работника, в которые входят на 16 гипоструктурных учреждений. Каждый контрактный управляющий сейчас у нас имеет электронную подпись, где как раз он подписывает те документы, которыми определены его полномочия при проведении размещения материалов о закупках. Начну с декабря 2022 года, то есть как раз после этого нам нужно было организовывать закупки на 2023 год, поэтому в декабре 2022 года нами была проведена еще совместная закупка для дошкольных и общеобразовательных учреждений на период январь-март 2023 года. То есть мы известили о проведении электронного совместного аукциона, были уведомлены местные поставщики через электронную почту, также сотрудники электронной площадки ОТП регион дополнительно повестили поставщиков о проведении совместного аукциона. И вот 19 декабря, то есть у нас несколько было лотов, где мы играли, поэтому 19 декабря 2022 года у нас состоялись ряд аукционов на приобретение продуктов питания для детских садов и школ. Что хочется отметить по декабрю месяцу, что у нас очень кардинально, то есть снижена была ценовая цены, то есть по заключенным договорам. Это благодаря тому, что в наш город пришел Титан, то есть который как бы стоял во главе всем. То есть ООО «Торгэконом» это Титан, то есть структурное подразделение Титана. Поэтому здесь у нас очень хорошая такие ценовая политика у нас прошла, и то есть видно о том, что очень хорошо мы скинули цены на продукты питания. Мы проводили опрос в нашей группе городского совета в Одноклассниках и группе городского совета во ВКонтакте. По результатам опроса я хочу сказать, что у нас приняло во ВКонтакте 69% проголосовавших удовлетворены питанию в школе, в Одноклассниках 64%. Если вы знаете, какое-то время назад там постоянно в Одноклассниках и во ВКонтакте писали про школьное питание, сейчас ситуация поменялась. Это очень хорошее, потому что голосование было анонимное, независимое, и люди голосовали. Мы с этого года запустили проект, в том числе направленный на повышение качества питания наших школьников. Мы заложили средства на призовой фонд, у нас будет проводиться конкурс между поварами наших школ. Правильно? То есть будет первый конкурс, будем определять победителей и будет переходящий в кубах. Лучший повар в школу города Северо-Байкайск. Так будет звучать? Столовые, пока мы начнем со столовых. Лучшие столовые. Они будут командами работать. Командная работа, потому что попробуют. Лучшие столовые. Позаватель учреждений. Совещание по правилам выпаса крупного рогатого скота состоялось в администрации. Владельцы животных несут ответственность за несоблюдение правил выпаса сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования в населенных пунктах. От жителей поселка Заречный поступают жалобы, что по территории поселка ходят коровы, роются в мусорках, едят отходы, уничтожают зеленые насаждения, портят внешний вид поселка. Также эти животные попадаются и на свалки, питаются на этих свалках, а потом хозяева продают молоко от этих коров жителям города. Раньше был пастух за речи. Он в солнце и в ало. Давай так, раньше был колхоз за речи. Раньше был колхоз за речи. Понимаете, что это дело? Раньше была совсем другая история. И тогда будет пастухи. Сейчас колхоза нет. Пастухов сейчас нет. То, что было раньше, этого не будет. У нас вообще по закону можно, если в поселке были под выпас? У нас же нет земель, которые принадлежали для выпаса земель. Нет, мы приняли порядок 16 февраля, где переделили место выпаса. Место выпаса есть? Вы выдвинули Гарбулан, это когда? А вы были на Гарбуланах вообще? Ну, у вас есть в другом предложении какое-то? Нет, я пришел. А ты что, за переноман туда к Солнечному? Нет, нет, нет. За речи. За речи. А, на поля. А, на поля. Или присяж на территории огорожен. Да, Андрей Ильич. Значит, смотрите, вот мы на прошлой неделе предварительно начинали, но у нас всего двое владельцев приходило. Значит, мы как раз вот и пытались. То есть, наша задача сегодня собралась решить эту проблему. То есть, мы в этом году приняли правила выпаса сельскохозяйственных домашних животных. Потому что это требование федерального закона. Потому что у муниципального образования должен быть определенный порядок выпаса. С одной стороны, помимо того, что жалобы поступают от жителей, да, именно микроорганизм заречный, что по остановкам вопросы есть, что по мусоркам вопросы есть, что по зеленым осаждениям, цветам и так далее, и так далее, эти вопросы есть. Поэтому здесь мы, здесь никакой отсопящей нет со стороны органов местного, чтобы было понятно. Это требование законодательства. Значит, мы в этих правилах прописали то, что требуется, что корова не должна находиться на самом выпасе, должно быть определенное место. Значит, у нас комитет городского хозяйства, когда формировали это решение, определили место, как вы правильно сказали, этот горбулак, да. Значит, мы на прошлой неделе у нас поступили вариант, что можно эти места там расширить, как-то пересмотреть. То есть, не вопрос. Нам надо, мы согласны, что если предложение будет от вас, да, что у нас там будет предложение, участок, где бывший совхоз, да, но мы там не можем, да, потому что там земля находится в собственности. То есть, мы эти места можем определить, и если от вас есть предложение, мы без проблем смотрим, эти места добавляем в это решение. Это делается очень легко, на сессию просто вносятся изменения в это решение. Но с другой стороны, у нас существует административный кодекс, и если животные находятся на самовыгуре, то подлежит штраф. И здесь одно решение, это только то, что место мы определили, и должен быть пастух, должен быть порядок, как этих животных собирать. С точки зрения того, что вы говорите, на пастуха у нас нет таких полномочий, то есть нам закон это не позволяет сделать. То есть мы не можем для собственных животных, то есть это ваша собственность, нанять пастуха. У нас таких полномочий нет, нам прокуратура это сразу заронит. То есть здесь дело даже не в том, чтобы мы там средства потратили, а вы за это платили, мы как бы зарабатываем. То есть здесь решение должно быть, вот как раз задача нашего, этого сегодняшней встречи, чтобы вы как собственники, во-первых, нам сложно было вас всех собрать. И мы, честно говоря, пока одно единственное решение видим, как вас к этому сподвинуть, что должен быть пастух, и вы должны объединиться все. Не каждый там по отдельности, объединиться, нанять этого пастуха в зависимости от голов, как будете оплачивать. У кого больше голов, у кого меньше. То есть с вашей стороны это единственный выход. От нас остаются только штрафы, потому что жалобы от жителей идут. Мы не можем, наша административная комиссия, муниципальный контроль, они не могут не реагировать и обязаны вписывать штрафы. То есть вот здесь единственный выход, вам объединиться и нанять этих пастухов. Мы, в свою очередь, готовы рассмотреть любые места, если там нет никаких ограничений по собственности, по Байкальской территории и так далее, мы эти места можем определить. То, что касается нефтебазы, но если там действительно есть такой мест, мы его просто можем принести. Они у меня входят на территорию авиазаправки. То есть все оборожено. Руководитель Кувшинов, это начальник аэропорта, срывается в разрешении. Они как в детском садике, утром увел, вечером забрал. Ну, это нормально, дело. Мы же не против, то есть они пусть будут. Дело в том, что смотрите, вот у нас на промышленном, на нефтебазе, но в этом году получается, у нас по проекту 1000 дворов ставится детская площадка. То есть вы должны понимать, да, что вы коров отправили, а они там пасутся, все в порядке. Да ну, я что говорю за свободный выпас, что ли? Конечно, я противник этому. Поэтому у нас одна цель. Там на территории Дану Куспарного города. Кто? Территория. Ну, конечно. Ну, хорошо, но мы там и штрафовать не будем. Да нет, если они ходят не против, то есть штрафовать не будет. Поэтому вы правильно пришли, чтобы за помощью, и мы тоже вас собрали за помощью. Потому что, с одной стороны, у нас этот выгол, но это ни в какие рамки не лезет. Микрайон, Заречный, это уже... Нам с одной стороны говорят, делайте освещение, тресуары и так далее, потому что мы тоже город. А с другой стороны, коровы гуляют по Заречному. Ну, извините меня, это деревня. Мы сейчас по Заречному две площадки детских тоже добавляем. Благоустроят как? А как благоустроят, если коровы гуляют? Понимаете? Самостийный выгул сельскохозяйственных животных нарушает общественный порядок. Коровы ходят по дорогам, создают помехи движению автотранспорта, могут напугать детей. Постоянный надзор за этими животными их хозяева не осуществляют. Также надзор должен осуществляться и при выпасе этих животных на отведенных участках. Пастуха для этого тоже нет. Когда мы начнем вывозить их в приют, это будет вам очень дорого. Я вам говорю, ну, мужики, не будет такого, да, чтобы коровы гуляли по Заречному. Все, хватит уже, начертелись, унажала целая гора. Там и кусты растоптанные люди садились, съели, и в огороды заходят, и галят, и помойки разносят, и дети там боятся. Но это, ну, вы поймите, молоко дело хорошее, но не такой степени, чтобы бардак устраивать в микрорайоне. И это все на вашу совесть. Вот только... Коровы зиму не пасутся, бардак все равно в микрорайоне есть. Давайте пока следом, раз к коровам разберемся. Но другие, у нас вопросов еще много. У нас вопросов на коров это все плавно. Пока с коровами, пока вы наши проблемы, пока мы с вами разберемся. У нас дальше, у нас будут проблемы еще, нерешенных вопросов. Мы их будем решать постепенно. Мы на месте стоять не будем. Но сейчас мы собрались, чтобы с коровами. Поэтому, Александр Александрович, я предлагаю на совете собрать, уже всех собрать, как-то день назначить, и чтобы определись, кто там будет пастух, какой там пастух, чтобы мы знали, что у нас был график. Какой пастух в этот день дежурит. Чтобы мы знали, что вот этот Иванов сегодня ответил за всех коров. Если Иванов в корову где-то там оставил, значит, Иванову в штраф Иванову будет написываться. Не кого-то там не за корову, а Иванову конкретно. Ну, тогда уже будет ответственное лицо конкретно. Ну, вы поймете, что другого варианта нет. Все, уже назрело, уже хватит терпения. У нас каждое собрание за речью – это коровы. Первый вопрос – это коровы. Вот как лет наступать корову сразу? Как не приедешь, то сейчас опять эту заречку, через пять выезжаю, опять там тоже будет коровы. 23 июня в городском парке состоялась военно-спортивная игра «Молодежь Севера». На мероприятии была наша съемочная группа. Сегодня у нас в городе Севербайкальск проходит военно-тактическая игра «Молодежь Севера». Эта игра проходит второй раз при поддержке Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Команда, которая победит в этом году, у нас призовый фонд увеличился, получит 40 тысяч рублей. Команда сегодня у нас много. Есть и у нас и РДДМ, и зарничники, и железнодорожники, и войсковая часть, просто спортсмены города. Я думаю, что игра будет захватывающая, интересная. Ждем, конечно, результаты и финал игры. Десять команд, сто человек из числа учащейся и работающей молодежи – таковы впечатляющие цифры этого мероприятия, основными целями которого стали патриотическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни. Военно-спортивно-тактические игры направлены на патриотическое воспитание нашей молодежи. Те, кто находятся также на дальней стороне нашей республики, конечно же, мы о них не забываем. И в дальнейшем будем также проводить каждый год данные игры. Первым этапом состязаний стала визитная карточка, где командам предстояло показать свои творческие способности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лазертак, разборка и сборка автоматов. На время метания гранаты, умение оказать доврачебную помощь, военизированная полоса препятствий, стрельба из лука и командные игры. В таких видах соревнований предстояло показать себя участникам. Контроль. Егор, давай! Широп! Есть! Очко! Красавчик! Показать нужно не только физические данные, но и интеллектуальные. Ребята отвечали на вопросы викторины, воинские звания, полководцы победы, города-герои, памятные даты. После окончания упорной борьбы судьи определили лучшие команды. Первое место заняла команда «Авангард», второе – «Вольный стиль», заключила тройку лидеров команда «Орлы Байкала». От всей команды нашей «Орлы Байкала» поздравляем всех севербайкальцев, республику Бурятии столетиям, с годовщиной. Желаем здоровья, семейного благополучия и чтобы все было хорошо, мирного неба над землей. Победа за нами! Победа за нами! Команда отработала на все 100 баллов. Мы все довольны друг другом, все вместе, дружно, сплоченный коллектив. Всем большое спасибо! Ну, вообще, команды были достаточно сильные, мы готовились к этому. Ну, надеялись, конечно, что мы будем сильнее. Вот. Ну, мы были, наверное, одной из самых младших команды здесь, в которой участвовали. Ну, вообще, команды все были дружелюбные, не было никаких конфликтов, вообще все понравилось. Команды-победители, призеры и участники получили сертификаты, денежные и сладкие призы. А главное – хорошее настроение, командный дух, бодрость и отличные воспоминания. Сегодняшнее мероприятие прошло на ура. Мы, во-первых, мы хорошо отдохнули. Мы познакомились, но очень много новых знакомств. Посостязались. Все очень понравилось. Во-первых, общение – это развитие. Развитие – это жизнь цивилизации и тому подобное. Соревнования отличные. Проводить стоит. Очень энергичная, очень дружная команда у нас сегодня собралась. Всех разных возрастов, как бы, относительно все весело. Все бегают, все дружелюбно так друг к другу подмигивают, как-то шутят над всеми. Все очень хорошо. Судейство – очень классное. Очень классные судьи. Очень красивые, симпатичные. Им любовь со самого сердца. Очень. Все классно, все понравилось. Приедем к вам еще. Вот так вот. Все. Желаем вам не забывать про спорт. И то, что это очень важно. Здоровье у нас одно. Быть патриотами своей страны. И не забывать о таких патриотических играх. Не забывать, откуда вы родом. Будьте всегда молодые. Придерживайтесь здорового образа жизни. Вести активный образ жизни. На этом у нас все. Смотрите все выпуски программы «События недели» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на сайте компании Айронет. Мы увидимся на следующей неделе. Берегите себя. Не оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин